Уважаемые коллеги, название «Кризисное управление технологическими процессами». Почему такое название? Ну, потому что, на самом деле, если технологический процесс идёт штатным образом, то, как говорят, что им управлять? Ну, управляется штатными средствами, идёт по твёрдой программе, по определённой программе, и, собственно говоря, защита, так сказать, какая? Даже только что в стабильности этого самого процесса и в стабильности управления. И возникает даже вопрос, какие технические процессы следует защищать. Ну, первое, кажется, что это, конечно, технические процессы, связанные с созданием оружия, с созданием, так сказать, технологий, близких к ядерным, ну, или какими-то другими ракетно-космическими. Ну, вот как раз я-то попытался в этом докладе. И, как вы видите, здесь в качестве, значит, двух организаций, от которых я выступаю, они гражданские организации. С одной стороны, это высшая школа экономики, а вторая организация – это Российский университет нефти и газа. Это гражданские организации, которые к обороне, ну, имеют весьма отдалённое отношение. И, в общем-то, основной упор я хочу сделать именно на вот этом, на гражданском, так сказать, секторе, который требует определённой защиты и в котором, на мой взгляд, и есть основные проблемы. Потому что всё-таки, как ни крути, а там, а в тех технических процессах, которые применяются и направлены на повышение нашей оборонной мощи, как правило, присутствует гостайна, ну, а там свои, так сказать, режимы, свои требования, их легче обеспечить. Хотя, как показал иранский опыт, а об этом у нас ещё будет разговор, в общем-то, и даже в этих случаях не всегда удаётся сберечь сам технологический процесс. Вот. Значит, первое, что бросается в глаза, это то, как нам в системах управления технологическими процессами общегражданского назначения, посмотреть на импортозамещение. Ну, все знают, что импортозамещение у нас одна из фишек последних 10 лет. Мы, так сказать, а я бы даже сказал 20 лет. Ну, лично я, так сказать, участвую в этом процессе где-то лет 25 как. Вот. И всё мы импортно пытаемся заместить. И замещается оно, мягко говоря, с трудом, а точнее говоря, в общем-то, плохо. Вот. Ну и поэтому, значит, надо посмотреть, как же нам в таком случае быть с этими технологическими процессами, которые мы закупаем. И поскольку за последние 20 лет был сделан упор на использование не отечественных технологий, а технологий, которые считались более передовыми, технологий импортными, вот, включая все системы управления, то, поэтому возникает вопрос о возможности тотального импортозамещения или его невозможности. И всё-таки надо прийти к выводу, к сожалению, что такая возможность не существует. Ну, причём это касается не только, так сказать, вычислительной техники, но и более сложных технологических процессов. Вот только-только мы начали избавляться от технологической зависимости в турбинах большой мощности. Ну и то ещё, так сказать, не везде. Если вы посмотрите на оснащение наших электростанций, значит, разного рода, разного типа, то турбины, как правило, там фирмы «Сименс». Ну, вообще, с этой фирмой связано очень много чего интересного. Кстати, иранский процесс тоже связан с этой фирмой. Вот. Я имел опыт работы с этой фирмой по импортозамещению, по попытке импортозамещения ещё в 95-м году. Ну и, конечно, этот опыт был такой, что в результате попытка применить Сименсовские станции «Хайком» для телефонии в области правительства связи успехом не увенчались, поскольку были найдены определённые особенности, которые не позволяли этого делать. Вот, значит. И, ну, поиск этих особенностей дался достаточно с большим трудом. Значит, ну вот теперь, чтобы нам дальше предметно рассматривать вопрос, давайте представим себе какую-нибудь модель АСУ-ТП, да, автоматизированная система управления технологическим процессом. Ну вот я предлагаю на неё смотреть как просто на локальную выяснительную сеть, значит, с подключением датчиков и с подключением пользователя. Ну вот если посмотреть на пункт 2, то вот там, ну, как и в любой ЛБС, есть сервер, сервер, и сервер, ну, в данном случае это сервер данных и подключён он с помощью фирменных датчиков и протоколов взаимодействия. И вот, значит, пункты здесь 2, 4 и 5 показывают, что, вообще говоря, всё фирменное. Всё фирменное, так? И, значит, в том числе база данных, база реального времени с наработкой режима, с которыми сравнивается идущий процесс, это тоже фирменные наработки, которые они получили в результате длительной опытной эксплуатации, а потом их сформализовали. Вот, причём даже, вот, последний пункт, шестой, это прикладное ПО, это генерация отчёта, внешняя, вот, вся эта часть тоже, как говорится, фирменная. Ну и что ж получается? Мы, получается, с одной стороны, имеем традиционную локальную вычислительную сеть с определёнными особенностями. Вот давайте мы так и будем смотреть на СУТП или на СКАДА, вот, как вот на такую локальную сеть с особенностями, с большим количеством датчиков и с малым числом пользователей, потому что пользователи, ну, кто это? Те, кто управляют процессом, ну, их, как правило, немного, да? Ну, и с какой-то базой данных, ну, не такой уж очень небольшой, на самом деле, ну, не петабайты же, или там, не терабайты даже, точнее, да? Вот, как это сейчас стало появляться в системах информационных. Вот. Теперь вот, значит, давайте посмотрим на то, возможно ли и как возможность сертификации СКАДА, значит, отечественного и внешнеразработанного технологического процесса по требованию информационной безопасности. Ну, вот по пунктам 1 и 2, как говорится, всё бы было бы хорошо. И на самом деле есть примеры, даже вот о вышеупомянутых турбинах. Вот если посмотреть современные электростанции, то это, значит, часть, это сооружение, состоящее из двух турбин. Первое, это турбина, которая сжигает топливо, собственно говоря, потом газ под высоким давлением попадает в паровую турбину. Вот так вот, паровая турбина, это уже сейчас, к счастью, практически наше создание, но, в общем-то, достаточно недавнее создание, до сих пор на эксплуатации, конечно, находится много, так сказать, первородных сименсовских турбин. Ну, а первая часть, как правило, всё-таки ещё не наша. Поэтому, значит, вот пункт 1 и 2, они, так сказать, для сертификации положительны. Однако, если для датчиков имеется полное описание протоколов, в том числе их реализация. А вы знаете, что реализация телекоммуникационного протокола, даже если это локальная вычислительная сеть, даже если это простой, так сказать, Ethernet, а вы знаете, что вариаций этого Ethernet на самом деле очень и очень много, вот, и если вы знаете там всё дубитика, то это хорошо, вы молодец, вы можете сделать нормальную систему, да. А если вы его не знаете или знаете плохо, как вот мы долго разбирались с IP-протоколом в шифротехнике, помните? Вот делали шифротехнику, а она, значит, плохо работала. Почему? Ну, неустойчиво работала на телекоммуникациях, потому что мы не полностью тогда ещё изучили этот протокол. Вот сейчас мы его, так сказать, дубитика прокашляли, так сказать, да. Ну, а вот последний пункт для готового покупного, в общем-то, я даже не представляю, как его проводить, сертификацию, потому что данных нет, данные закрыты, и может быть даже система внешнего управления. Теперь давайте посмотрим на то, что, сформулируем, что такое информационная безопасность всё-таки в складах системок, ну или в системах управления АСУ-ТП, да. То, значит, ну, традиционно, конечно, ничего нового никто не изобретает здесь, и в этом смысле есть аналогия с IT-системами. Это, вот, значит, ну, конфиденциальность целостности и доступность. А специфическая особенность – это всё-таки массовость датчиков и ограниченное число пользователей. Вот, значит, пункт два. Но есть один положительный момент, с чем я вас всех поздравляю. Это вот приятный момент. Он принципиально отличается от нынешнего состояния IT, разработок систем в IT, а это стабильность, относительная стабильность программного обеспечения. Вот то, что в пункте два во второй части написано, так. Значит, всё-таки там системы меняются мало, редко, до этого как следует отлаживаются. В IT-области сейчас всё совсем не так. Главное – это сервисность и быстрота модернизации. В прямой ущерб информационной безопасности, которая от этого не просто страдает, а просто вынуждена отходить в сторону. И главное – это скорость, так сказать, модернизации, скорость создания. Так вот, для систем управления это как раз отсутствует. И это положительный момент. Ну и, значит, вот третий пункт, он очевиден. Ну вот, значит, а вот удалённое управление на основе общенациональных сетей – это то, что нам, вообще говоря, постоянно предлагается. Ну и также постоянно отключается, как я понимаю, и очень сильно на это надеюсь. Но опыт показывает, что этого мало. Что просто отключение от общедоступных сетей – это ещё не есть панацея. и иранский опыт, и наш собственный опыт, тоже в некоторых наших весьма и весьма ответственных системах, показывает, что просто изоляция системы, то есть её просто отключение, к сожалению, не гарантирует, так сказать, логического или полного отключения системы от внешних сетей. Всегда есть такая замечательная штучка, как флешка. Вот так и хочет пользователь, даже ответственный пользователь, казалось бы, умный пользователь, запихнуть эту флешку, так сказать, в систему. А особенно если система собрана из неконтролируемых составляющих, в которых не внедрена система контроля подключаемых флешек, то, так сказать, такое явление обязательно происходит, несмотря на меры, несмотря на воздействие и несмотря на, так сказать, обещание крепкого наказания. Ну, это первая часть. А вот самым интересным здесь, на мой взгляд, является как раз пункт пятый. Вот все считают, что если ограниченный персонал, да, и он контролируем, а как вы знаете, наверное, или догадываетесь, оперативно контролировать, значит, обслуживающий персонал можно в количестве его человек так 5-10, не более, потому что если вы начнете, если вы контролируемый персонал доведете до 20, то служба безопасности потребует от вас утроения, если не учетверения своей численности. Потому что вот мы прорабатывали этот вопрос с оперативниками, с оперативниками из ФСБ, они отвечали так, 5 человек можно проконтролировать, 10 тоже с трудом, а дальше, извините, надо увеличивать службу наружного наблюдения, ну и так далее, и так далее. То есть, значит, поэтому нужно ориентироваться на такие цифры, что для обычной фирмы это где-то человек 5, вот, контролируемого персонала. Ну, а дальше вот может быть уже внутренний противник, которому может быть положено со стороны нападающей организации довольно приличный зарплат, и, так сказать, в этом смысле он дальше может эту флешку пихать. А, кстати, может быть, даже и не флешку. Значит, все знают, что такое морзянка. Знаете, что такое морзянка? Ну, это такой термин условный, он, кстати, присутствует во всех шифросистемах приличного уровня. Он заключается в том, что информацию ведь можно передать и с помощью допускаемых команд. Не надо обязательно придумывать какую-то команду. Можно нолики и единички передавать с помощью нолик. Одной команды закодировать разрешенный, а единичку другой. И, пожалуйста, вот вам морзянка. Она что угодно может так сказать быть. Конечно, скорость от этого теряется, но для передачи команды на разрушение много времени не потребуется. Ну и вот пятое, то есть и шестое, что приятно, все-таки приказ номер 17 от СТЭКа позволяет нам сертифицировать системы. Ну а уж какие вот тут проблемы по сертификации? Здесь вот тут проблемы с сертификацией я постарался изложить, не буду их читать. Лучше вы сами быстренько глазками их прочтете. Ну хотелось бы остановиться, значит, насчет приоритетов. Сейчас в электронном документобороте тоже, кстати, такая тенденция наблюдается, но в данном случае для СУТП уж конфиденциальность, как бы, так сказать, совсем является третьим явлением, если не четвертым. А главное это целостность и доступность. То есть из всей нашей информационной безопасности, то, что раньше мы больше всего развивали, в чем больше всего поднаторели, а это именно конфиденциальность, шифротехника, криптография, вот она, значит, сейчас поступает в качестве целостности и доступности. Но если еще по целостности криптография в виде электронной подписи или имита приставки, так сказать, может присутствовать, то по доступности тут уж криптография никак, так сказать, не играет, ну разве что для фиксации программного обеспечения в виде подписи всего программного обеспечения перед запуском. Ну а сами вот эти понятия целостность и доступность, они, так сказать, немножко трансформируются. Ну в частности, целостность в данном случае это отсутствие НДВ, да, недекларированных возможностей. А, значит, а доступность это не только к эксплуатантам, то есть к самим управленцам, но и к датчикам в первую очередь. Ну и с датчиками тут отдельные проблемы, поскольку, я повторяю, к сожалению, сейчас практически почти все датчики, это, так сказать, датчики иностранного производства, работающие в достаточно сложных физических условиях, ну и вот при этом еще имеющие достаточно серьезную начинку в виде айсиков, в виде, так сказать, микросхем специального применения. То есть это не просто, вот так сказать, как раньше там датчик, который мерил, а температуру путем изменения длины и измерения длины проволочки, да, а дальше, когда начинаешь про доступность говорить, ну, как-то вот оно сложно, достаточно. Таких четких рекомендаций, как там, как в 17 приказе нет. Вот. Ну и понятно, вот пункт пятый, что аттестация по НДВ аппаратной части, ну, конечно, датчик можно взять один, разломать, и, видимо, это единственный путь, это выборочная проверка, то есть взять какой-то образец, его, так сказать, разобрать, проверить, ну и дальше распространять эти результаты этих проверок на всю, так сказать, партию. Давайте посмотрим на особенности сложившейся практики аттестации АСУТП. Я специально по этому поводу консультировался в разных организациях, которые, ну, сколько удалось, и, конечно, кто ответил на то, как аттестуется по информационной безопасности АСУТП. Ну, в первую очередь, это гренатом, в вторую очередь, это, значит, вот некоторые системы, связанные с нашими электростанциями. Вот. Ну, вот первая схема, она так, достаточно традиционная модель угроз, блокирование с помощью защиты информации, и дальше оценка эффективности защиты. Все, как бы, так сказать, как и в IT-проектах, да? Вот. Но, однако, есть одна особенность сейчас. Фактически эффективность защиты строится, вот, как написано, во втором пункте. И крупных блоков, которые были бы уже аттестованы, к сожалению, либо очень мало, либо практически нет. Вот. И здесь вот как раз четвертый пункт, мне кажется, наиболее интересным. Операционки реального времени, значит, нужно аттестовывать по всем требованиям точно так же, как и операционки обычные. И в то же время, ну, вот, если на рынке аттестованных операционок сейчас, на базе Линукса, конечно, уже достаточно несколько, я не хочу сказать много, именно несколько, да, то по реальному времени, к сожалению, вот, может быть, одна известна, она тоже сделана на базе Линукса, но не более того. Вот. И особенность заключается в том, что если операционка работает в реальном времени, и система работает в реальном времени, то и средство защиты информации не может быть оффлайном. Понимаете? Она должна быть тоже реального времени и срабатывать так же быстро. А процессы весьма и весьма могут быть быстро текущие. И тогда, значит, возникает вопрос о встраивании. О встраивании, значит, средств защиты информации в саму систему, в саму операционку. И аттестации тогда одного вместе с другим сразу же. Вот. И это, конечно, определенная трудность, потому что таких встраиваний может быть очень много. Они зависят от особенностей технологического процесса. И вот в этом разнообразии, на мой взгляд, и есть определенная трудность. Ну вот, пятый пункт как раз и говорит об этом, то, что я говорил. Какой же выход из этого всего положения? Из этого положения, все-таки, мне кажется, что, значит, только поэтапное повышение, значит, есть возможность как-то, так сказать, нам продвинуться. С тем, чтобы все-таки вот то разнообразие автоматических систем управления было бы нами поднято. Из этих семи пунктов, я которые здесь привел, да, это поэтапное повышение уровней, да, значит, вот седьмой, мне кажется, один из наиболее важных и в то же время достаточно сложно проверяемых моментов. А действительно, посмотрите, вы получаете, извиняюсь, что я опять возвращаюсь к турбинам, просто мне в последнее время стало близко интересно, вот, значит, то вот и как вы, значит, нужно же снимать всю технику, да, вы что будете датчики снимать и тащить их на проверку, которые уже установлены в турбину, да, это вообще невозможно. Ну, еще можно снять управляющую машину, да и то подвергнуть ее разборке, как вы знаете, процентов 20 при этом после сборки перестает правильно работать, а ведь там правильно не работать никак нельзя, доступность должна быть очень высокая. Поэтому вот седьмой пункт, мне кажется, достаточно сложно регулируемым, вот, точно так же, как вот заклад, как выявление таймерных закладок при отсутствии всяких описаний и, главное, точных формулировок по системе. Ну и вот, значит, здесь что же нам нужно делать? Мне кажется, что сейчас мы пока что можем построить только защиту кризисного режима, хотя общая, значит, общая идея заключается в том, что нужно полностью совместить АСУТП на наше отечественное, чтобы быть уверенным, но, мне кажется, это все-таки перспектива достаточно, к сожалению, удаленного будущего, даже не на ближайшие пять лет. Вот, поэтому сейчас, по крайней мере, надо сделать так, чтобы, ну, извиняюсь, опять же, та же турбина была бы просто вовремя остановлена, а потом разбор ситуации и выявление, в чем же причина. Если бы такое было, вот, на Вильюйской ГЭС, да, то мы бы не ломали потом всю эту систему и не меняли бы эту здоровенную турбину, да. Вот, поэтому, значит, вот антикризисную систему, может быть, более простую, вот, значит, хочу обратить ваше внимание на пункт пять, что, значит, все-таки первая очередная задача повышения устойчивости – это построить наложенную, в дополнение к той уже, которая управляет система, другую систему, которая бы вовремя позволила выявить нарушение технологического процесса, выход его на кризисное состояние или на предкризисное состояние и вплоть до ручного отключения, вплоть до ручного останова для того, чтобы, то есть, предотвратить кризисное развитие ситуации. Вот, и эту антикризисную систему уже строить на отечественной базе, ну, потому что она будет более простая, потому что она будет решать достаточно простые задачи, вот, ну, а в качестве меры того, чтобы заставить всех это сделать, в законодательном плане предложить рассмотреть вопрос о приостановке страховки технологических процессов, для которых не проведена аттестация СКАДа по вопросам информационной безопасности. Вот, без этого, кажется, мне мы так этот вопрос серьезно не сдвинем. Спасибо. 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 Спасибо.